МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Потому что я уважаю прошлое, нужно, естественно, как бы хранить те традиции. Мы с девочкой будем с третьего курса номер показывать, любовь и война, противостояние двух стихий таких. Это уже не первое мероприятие такого формата. Встречи с ветеранами здесь давно стали доброй традицией. Мы студентами и коллективом готовим всегда его ежегодно к 9 мая, но в связи с ситуацией, с пандемией. Мы его перенесли на сентябрь. После освобождения как раз праздник прошел у нас в Сахалино и Курил. Мероприятие как раз посвящено нашим ветеранам. Мы шествуем над несколькими ветеранами, их от пяти до семи человек. И вот они к нам ежегодно приходят. После поздравлений и видеопрезентации фронтовики и труженики тыла рассказали студентам, чего стоило мирное небо. Чтобы потомки жили на своей земле и говорили на родном языке, пришлось отдать немалую плату. Ветеран Василий Андреев вспоминает, когда шли в атаку, страх не показывали. Сражались до победного конца. Японцы выкинули белый флаг. И тем самым мы зашли в ковш, в порт. Заняли этот населенный пункт. Ну и вечером был такой процессуальный обряд, что японец построил всех своих подчиненных. И нашему командиру десантного майора Орлову Константину Алексеевичу поцеловал саблю и преподнес. Этим самым дал понять, что добровольно сдались в плен. Благодаря этим людям ребята могут жить на родной земле и говорить на русском языке. Если бы не подвиг целого народа, фашизм бы не удалось остановить. Мы победили фашизм на всей... В общем, где он был? На планете развед. Ну, а историческое – это то, что, конечно, это победа, то, что наша победа свершилась. Это исторический факт. Но исторический факт еще и тот, что в этой войне мы вернули наши исконно русские земли с Южный Сахалин и Курильские острова, которые у нас когда-то была война в 1904-1905 годах. Если вы историю учили, или посучат историю, вы знаете, что была русско-японская война, в которой мы потеряли вот эти земли. И теперь мы их вернули. На закрытии торжества для почетных гостей прозвучали любимые песни. А после выступления общение с ветеранами продолжили за чаем с пирогами. Практические занятия в Сахалинском техникуме механизации сельского хозяйства в самом разгаре. Пока не закончился сезон, ребятам необходимо освоить тонкости управления машинами. У нас не отдельно проводится каждым человеком. У нас проходит групповое. Группы приезжаем в поля. Мы проходим 6 часов. У них проходит один день 6-часовой спашки. А вообще как часто такие мероприятия у вас проходят? Это учебный процесс в связи с учебным процессом. Смотря какой урожай убираем, или спашку производим, или сенокоз, может быть и сено убираем. Это все зависит от сезона. Антон Краснощеков после окончания школы особо не задумывался, где продолжить обучение. Работы тяжелой не боится, любит землю. Вот и решил связать жизнь с профессией. Вот видите, получается, где трава хорошо перевернута. Это хорошо. Когда перевернута трава, она намного лучше будет земля. Она сейчас дышит, получается. Она сейчас сырая. Ей как бы будет намного лучше. Когда едешь на МТЗ 28.01, плуг 3М, это такой не очень плуг, правда. Она их дает переворачивать на себе землю. То бишь, когда ты едешь, не в плавящий режим поставил, вот видите, вот эти проскоки, вот они, они не перевернули до конца землю. То бишь, когда ты будешь тут сидеть, как тошку, что-нибудь такое там. Ну там, не важно, какие-то овощи. И вот. Значит, это, ну, далеко ты там не посадишь. То бишь, как в ограде, тем глубже, тем лучше. Чтобы стать хорошим трактористом, теории мало. Машину нужно чувствовать. С этим у Антона проблем никогда не было. С техникой парень с детства на ты. Я со мной с деревни. Вот. Как бы я много чего знаю, ездил на тракторах. Вот. То есть ты с малых лет в профессии, можно сказать. Но, чтобы стать все-таки хорошим трактористом, как ты думаешь, вот что надо? Нужно больше практиковаться теорией или там со стариками общаться? Я не знаю. Сначала надо отучиться на права. То бишь, ты должен изучить всю землю. Ну, вот я просто говорю трактор, чтобы ты его знал. Вот у тебя, допустим, в ограде что-нибудь сломалось, ну, ты должен знать, как это сделать. Вот. И, ну да, желательно бы поинтересоваться у стариков. Старики там больше знают. Вот. В техниках тоже много чему научат. За работой следят мастера обучения. Ребята пашут по очереди. На одной и той же машине можно сделать абсолютно разные грядки. Все зависит от сноровки. Картофель, капуста, огурцы, томаты. Растения высаживают на разной глубине. Возделывать землю – целая наука. И постигать ее необходимо годами. Если ты будешь ехать быстрее, будет в два раза лучше поле переворачивать на землю. То бишь, орехлиться. Вот. Опускаешь пуг в плавающий режим и едешь вперед. После этого орехлиться земля. Вот мы едем, у нас должно быть поле ровное. Не вот так идти, а должно быть поле ровное. И они смотрят еще, как мы умеем пуг опускать. То бишь, мы должны пуг ставить в плавающий режим. Чтобы вот такие вот идут бугры, но если пуг будет стоять не в плавающий режим, а просто корочку снимет и все. А надо, чтобы пропахивало полностью землю. Брат Антона, Алексей Краснощеков, сегодня тоже на этом поле. Парень также решил посвятить себя работе на земле. Как раз его очередь продемонстрировать навыки. Показать есть что. И разговор поддержит и землю спашет. Трудности этим ребятам не помеха. Очень сильно трясет кабину. Земля влажная, трактор постоянно застревает. Но водитель справляется со своей задачей на отлично. Видно, парень на опыте уже не первый день в профессии. На каком ты курсе, кстати, уже на втором курсе? Ну, я так понял, ты и до этого уже практиковался в деревне, да? Да. На каком тракторе и кто тебя учил? МКС 80-го, отец. Я смотрю, и брат у тебя, и отец, у вас целая династия трактористов, да? Ну, да. Ну, тебе самому самое главное нравится эта работа? Да. Вот ребятам посоветуй, молодым, кто хочет стать хорошим трактористом, вот что надо делать. Вот, ребята, слушать старших и учиться. Вот и весь секрет. Ну, и, естественно, упорство, упорство, еще раз упорство. Юноша уверен, расти в этой профессии есть куда. Можно открыть свое дело, стать руководителем гаража или предприятия. Главное, не стоять на месте и работать. Как часто у вас такие практические занятия проходят? Ну, то есть, до этого из практики что у вас было? Ну, тоже пахали. Да много чего, вождение сдаем. После обучения планируешь пойти куда-то дальше учиться или сразу на работу идти? Ну, работать и учиться дальше. На повышение куда-нибудь. Друг и однокурсник ребят Роман Васильев ждет своей очереди. За два года обучения он уже много раз практиковался и знает специфику полей в областной столице. Тут обычный торф идет, ну, торфяк. И вот, и он получался, то, что дождь прошел, он сейчас мокрый, блин, как бы, тяжелее ехать. У нас, как бы, когда первая практика была, у нас, вон, там поле было, там глина была, там, как бы, полегче было, там, грубо говоря, песок был. А здесь торф, тут тяжелее, вон, лук пачкается, его потом чистить. Знает парень и технику, разбирается во многих машинах. Свободное время Роман проводит за работой в гараже учебного учреждения. Есть гусеничные тракторы, два вида, один 75-й старый, а второй 90-й. Потом есть, вон, МТЗ «Беларусь», потом Т-150, комбайны. Многие не находят шестую передачу, ну, не чувствуют ее и втыкают на восьмую. Из-за этого, получается, оборотов не хватает, он глохнет. Впереди еще несколько практических занятий, как говорится, поле не пахано. Легкая морость усложняет процесс, но ребят это не пугает. Тяжело в учении, легко в бою. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok